В районе имени Габита Мусрепова затоплено 9 домов. Один в селе Дружба и 8 домов в селе Новоишимское. По словам местных жителей, вода с реки Исиль начала прибывать 5 апреля. На месте побывала наша съемочная группа. Надежда и Александр Перепелица проживают в селе 22 года, но такого уровня поднятия воды видит впервые. У них подтоплены летняя кухня, баня, два сарая и гараж. Соседи у нас рядышком, второй дом, ой, четвертый, до крыши затопило. Но нас как бы в дом не зашла вода. Ребята, которых присылали нам, МЧСники, молодцы, они нам, правда, помогали. Картошку успели вытащить. Правда, уже в воде вытаскивали, но успели вытащить картошку. Дежурили они у нас тут по двое, трое машин стояло. И мы с ними тут целыми ночами не спали. Молодцы, помогли нам. Вещи помогли тоже вытащить кое-какие. Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям из подтопленных домов перевезены скот и другие животные. На гидропосте у села Тухсан-Би уровень воды превысил показатели 2017 года на 3 метра. На сегодняшний день уровень реки Есель составляет 15 метров. Береговарь здесь находится порядка 100 метров от данных домов. Это самая нижняя точка у нас села Новошимске. Если сделать заградительную дамбу, будет нецелесообразно, ввиду того, что данный перепад с точек, которые находятся в районном центре, выше, талые воды постоянно в сток ведут в реку Ешим именно по вот этим нижним точкам. Если сделать заградительную дамбу, то получается под порталами водами. Представителями местной исполнительной власти ведется работа с подтопленными домовладельцами. Рассматриваются варианты их переселения. Были определенные переливы через дороги, но оперативно все это устранялось. Проезды имеются. Населенным пунктом ситуация на контроле, на особом контроле. Мониторим ее ежечасно. Самая большая угроза у нас. Мы не допустили в этом году подтопление талыми водами. Своевременно были расчищены орыки. Было определенное очернение. Все водопропускные трубы, как и республиканских дорог, областного значения, районного значения, внутри поселковой дороги, которые есть, где вынутопропускные трубы, они были своевременно расчищены. Заготовлено порядка 6 тысяч мешкотары. Также в районе действует порядка 30 эвакуационных пунктов. В основном они расположены в объектах образования, спорта и в некоторых сельхозформированиях. Камиля Хамедульна, Урал Амренов, Служба новостей.